Всем привет! Компания Synology выпустила дикстеншн менеджер седьмой версии. Выпустила бета-версию пока еще, но уже сейчас можно ознакомиться с ее всеми функциями и можно даже поставить бета-версию себе на свой Synology. Итак, давайте ознакомимся, что же, на мой взгляд, самое важное. Перейдя на вот эти ссылки, вообще вот этот сайт будет приложен к видео, ссылка. Дальше переходим на бета-версию. В бета-версии, когда вы пойдете вот сюда, вы выбираете ваш Synology. Тут их очень много. Я выбрал свой, у меня, допустим, DS-1020 на данный момент. И что бы я хотел, на что обратить внимание. Самое главное, ну тут, естественно, есть релиз-ноут. Вы можете почитать его. Это что добавили, какие новые фичи, какие исправления внесли. Самое главное, это вот Import Upgrade Notes. Это то, какие ограничения есть при обновлении. И давайте начнем по порядку. Я выберу самые важные моменты для себя. Если у вас какие-то еще дополнительные есть моменты важные для вас, вы, естественно, поизучайте этот материал. Сами зайдете на сайт и поизучаете. Итак, чтобы обновиться до 7.0, вам нужно обязательно до 7.6.2. Никак не ниже. То есть, сначала, если у вас не 6.6.1 или 5, то сначала надо до 6.2 обновиться. Потом вы только сможете обновиться до 7.0. Это раз. Второй момент. Ну, естественно, обновляться оно будет 10-20 минут. Это уже, как бы, это нормально. И получите официальные версии вот этих вот всяких приложений, которые доступны в 7.0. Но есть несколько нюансов, которые очень важны. Допустим, USB-девайсы. USB-девайсы такие, как Wi-Fi-донгл, Bluetooth-донгл, 3G4-модемы всякие и так далее, они больше не поддерживаются синологи. И вам нужно обязательно их выключить и перейти на какие-то другие устройства или какую-то другую схему организации вашего синологи перед тем, как вы будете обновляться. То есть, если вам это невозможно, допустим, Wi-Fi-донгл, вы не можете от него избавиться, то и обновляться вам не стоит. Это, как бы, один из важных моментов, которые выбрал я для себя. Ну, естественно, ТЛС-сертификаты тут обновятся. Еще момент. Пуфон, Питон, Пуфон, прошу прощения, Питон 3, он сразу, да, Пайтон 3, он сразу будет встроен, и его можно будет вручную удалить из ваших пакетов. Но еще момент. Вот эти поставщики услуг DIN DNS, так называемые, да, вот эти, вот, они перестанут существовать в седьмой версии. То есть, если, допустим, я использовал DIN DNS Exit, то теперь его не будет. И надо заблаговременно перейти на какие-то другие поставщиков, каких-то других поставщиков, да. Также обновится сертификат QuickConnect. Вот у этих моделей перестанет работать конвертация, да, вот из этого, вот такая, из FLV и MP4. То есть, обратите внимание, если у вас эти модели, и вам нужна вот такая конвертация, то это очень-очень важные новости. Потом Synology Moments и фотостанция заменят на Synology Photos. И тут давайте остановимся поподробнее. Также, ну, в принципе, все. Тут больше ничего такого нету лично для меня. Поэтому вот на Synology Photo давайте как раз и остановимся. Если перейдете вот на вот этот сайтик, я тоже приложу, да, сравнение функций Synology Photo и Photo Station и Synology Moments, то, в принципе, вы тут увидите, да, что, ну, во-первых, это вот типа Synology Photo, это усовершенствованная версия вот этих двух приложений и так далее. Прямо, прям, все круто. Если вот основные различия, то, в принципе, Synology Photos поддерживает все, что поддерживает оба этих приложения, да, так скажем, сервиса Synology. Поизучайте сами самостоятельно, что тут. В принципе, я так, в общих чертах все поддерживается. Вот, есть список переносимых из каждого сервиса в новый сервис данных. И есть список непереносимых. Вот это, кстати, тоже очень сильно нужно поизучать. Особенно, кто использует Photo Station. Я Photo Station не использую, так как в Photo Station очень много, видите, непереносимых данных. У Synology Moments их гораздо меньше. Что еще есть из главного? Вот, какие функции изменились, да, вот, какие функции изменились в Photo Station после Moments и Photos. Самое главное для меня, что поменялось, это папки. Допустим, то, что поменялись названия, альбомы, общий альбомы, общие пространства, это все ерунда. К этому привыкнешь и все. Самое главное – папки. Допустим, в Photo Station была папка Home Photo. Ее перенесут в Home User Account Name Photos Photo. Запомните, Photos Photo. А вот Moments его перенесут из Home Drive Moments в Home Photos. Вот это интересно. То есть в Home Photos, то есть в вашей личной директории, будут лежать три папки. Две папки – это папка Drive, папка Photos, в которой будет фотографии с Photo Station и с фотографией с Moments. По-моему, это весьма как бы адекватный подход к этому ко всему. И мне кажется, это более правильно, чем когда у вас папка Moments лежит в Drive. Что она там делает, я тоже не понимал до этого. Но теперь будет все нормально. Поэтому ждем обновления. Когда уже… Ну, кто-то может уже сейчас перейти на бету. Кто не хочет переходить на бету, допустим, как я, можно перейти на вот этот вот сайт. Я тоже приложу его. И тут можно попробовать DSM бета. DSM седьмой версии бету, да, допустим. Давайте попробуем, нажмем. Но я вот вчера, допустим, пробовал. Я там очень большая загрузка была. И поэтому меня так и не прокинуло в демо-версию. Так и не получилось попасть. Давайте попробуем сегодня, получится или нет. Буквально одну минуточку. Ну, нет, не пускает. Там очень сильная перегрузка, и поэтому не пускает. Но я оставлю ссылку в описании, поэтому вы сможете перейти и посмотреть. На самом деле, что там поменялось. Давайте, вот вернемся на первый наш сайтик. Добавили новые приложения. На самом деле, попросту поменяли оформление. Усовершенствовало управление хранилищем. Ничего такого. Вот добавилась вот эта вот штука, да. Active Insigning. Ну, для управления. Мне кажется, она больше подает тем, у кого большой парк Synology. А тем, у кого небольшой парк, она особо, мне кажется, не нужна. Хотя, с другой стороны, она позволяет, типа, по их словам, вот как здесь написано, в реальном времени мониторить ваши Synology. Ну, возможно, это тоже хорошо. Хотя, с другой стороны, у меня стоят все уведомления, что если Synology что-то случится, я так или иначе получу эти уведомления. Ничего такого тут, такого прям такого. Просто еще раз говорю. Изменили оформление, оно стало выглядеть реально круто. То есть, ну, вот у Photos, Synology Photos нового, да, оно, в принципе, осталось, как у Moments. Не вижу я никакой разницы в нем. Если честно, я вот просто попробовал демонстрационный режим. То же самое, что Moments, только более, как говорится, такие крупные значки, более выраженные, такие, ну, фотки, так, и вот это все. А так все, в принципе, то же самое. Также можно загружать фотографии через сайт, через там всякими приложениями и так далее. Вот. Ну, что могу сказать. На этом все. Synology молодцы, работают над своим продуктом. Я им очень сильно буду помогать, сколько смогу. Бету я пока ставить не буду. Подожду еще какое-то время. Возможно, потом, попозже я установлю бета, или хотя бы релиз-кандидат. Посмотрим. На этом все. Всем пока.